Доброго времени суток, с вами Виджевери, я играю в Демюрге 2, это третья миссия за синтетов, и сейчас я буду сражаться с этим железным исчадем, но прежде я должна набрать какие-то заклинания. Возможно, мне это пригодится, а возможно нет. Ну как это так? Так у него специализация возрождения. О, я сейчас заюзаю энергетический барьер, может он мне понадобится? Я просто не знаю еще, что он использует. Он использует исчадие. Но это было понятно изначально. Сейчас он пойдет атаковать? Нет? Чего ты меня не атакуешь? Это странно. Вот, наконец-то он пошел в атаку. Что же мне нужно? Возьму-ка я Птероса. Птеросов много не бывает, и они мне понадобятся, чтобы, допустим, какое-нибудь заклинание снять, если он что-то такое скастает. А-а-а-а, ну или нет. Ладно, призову Мехаса, и не терять нечего. Давайте, атакуйте фигли. Вот у него нет вообще никаких особенностей, кроме регенерации. Что такого крутого в этих исчадиях, непонятно. Так, ты неблокируемый, иди. Все равно тебя, конечно, никто не заблокирует, но тем не менее. Атакуйте. Мне не страшно. Вот так, тоже неплохо. Теперь вы не сможете меня атаковать. Пошел нафиг Птерос. Все равно он не сможет снять с себя это заклинание, а значит, нафиг он вообще сдался. Итак, мы одолели это исчадие. И можем идти дальше. Ну а прежде я соберу тут ресурсики. О, еще одна каменная кожа. Это меня радует. И возрождение мне дали. Замечательно. А-а-а! Я создала кольцо очищения. А-а-а, как мне это удалось? У меня не было рецепта. И-и-и че? Че? Я не знаю, как так получилось, но это классно. Так, гравитационная аномалия. Странно. Почему-то оно не подействовало, мне кажется. Так, а тут у нас что, еще ресурсы? О, алтарь синтеза. Я восстановил опыт, а тут что? Эпсилон. Это, наверное, тот самый Эпсилон, про который нам говорили в начале. Приветствую тебя, Эпсилон. Лямбда говорила, что ты работаешь над созданием артефактов. Не показалось ли, он сказал, говорил. Так она все-таки девушка или не девушка? С этими синтетами фиг поймешь. Да, и добился любопытных результатов. О, и каких? Как раз сейчас я рассчитал новый рецепт мощного артефакта. Его нужно проверить на практике. Я заранее заманил бледного монстра в тупик и завалил проход. Но тварь слишком сильна для меня. Я не воин. Все так говорят, знаешь. Проведи эксперимент. Опробуй рецепт в бою. И я поделюсь с тобой всем, что знаю. Боюсь Эпсилон, я этого не сделаю. Что я должен сделать? Ну, Альфа считает иначе. Возьми заготовку и рецепт. И да, я этого не сделаю. Потому что здесь нужно будет сколдовать четыре типа газов. Ослабляющий, веселяющий, подавляющий и удушающий. И как раз удушающего-то у меня и нету. И я не знаю, где его брать. Ну, к концу этой миссии можно, конечно, заюзать. Возьми западный телепорт. Монстр ожидает тебя за ним. И возьми модулятор. Он поможет тебе изменить направление телепорта на обратную сторону. Да-да-да. Блин, куб... Стой. Итак, этот телепорт у нас ведет к монстру. Этот ведет к городу. Сначала пойдет к монстру. И... Хотя мы сейчас не сможем все-таки создать этот артефакт. И нам ничего этот эпсилон больше не даст. Но к концу миссии, возможно, у нас появится тот самый газ. Так, у нас есть подавляющий, ослабляющий и веселяющий артефакт. А того, что надо, как раз и нет. Так, что у нас здесь? О, здесь у нас бесцветный перестановщик. Во-первых, мне понадобится бесцветное заклинание. Еще много бесцветных заклинаний. Поскольку он, скорее всего, использует в итальских созданий, я использую что-то против них. Ну, как-то так, наверное. Попробую его одолеть, если получится. И нет эфира. Где нафиг? Лес он завязал. Вот только посмотрите, а. Отлично. Мы убили эту бледную тварь. Но... С другой стороны, на нас наложили отравление, и надо что-то с этим делать. Потому что это больно. На нас еще положили это отравление, и что же мне нужно? Мне нужен Птерос, конечно же, Птерос. Он не будет атаковать. Блин. Вот как так получается? Ты используешь и витальские заклинания, и бесцветные заклинания, и синтетские. Ну, блин, это вообще не круто. Ой, ё-моё. Этот... Этот придурок сейчас будет с меня снимать... Эм... Заклинания, нет? Или это другое же? Нет. Или да. Или нет, или да. Ой, ребятки. Это все так печально. Ого. Какой-то ты вообще злой, чувак. Ты знаешь об этом? Так, это раз. Это два. И ждем. Отлично. О! Теперь я могу снять чары с него. Пойти атаковать. Нет? У тебя все еще стоит лес. Ну, дай фиг с тобой. Я завязаю вот это. Вот теперь мы сравнялись. Ха-ха-ха-ха. И меня теперь не волнует эта штука. Так, и что ты у меня украл? Хм. А ты... Так скажем... Молодец. И в то же время не очень. Так. Ладно. У меня все еще есть террас. И очистка. Значит, я использую вот это. Он атакует. А пока мне нечего бояться. Пока что. У меня все-таки есть вот эта штука. И уберу-ка я лес. Он меня раздражает. Так. С меня убрали хорошее заклинание. Поэтому я должна атаковать. Какая есть такая возможность. Ну, и он сдался. Это отлично. Тем не менее, артефакт мы так и не создали. Зато мы создали жезл террасов. Господи, да как же так вышло-то? Почему? Мы создали жезл террасов. Я же хотела создать потом нормальный... Ладно, плевать. Это тоже неплохо. Я не создала ни одного артефакта по заданному рецепту. Зато каким-то макаром создались два непредвиденных. И я бы не сказала, что они не полезные. Наоборот, они хороши. Но это не то, что я хотела. Нет, не то. И теперь у нас нет иного выхода, кроме как пойти сюда и вернуться в город. Потому что в городе мы кое-что забыли. Во-первых, тут где-то ходит, точнее стоит, кинетское создание. Вот оно. Откуда в пустыне элементарь воздуха? Вряд ли он пробрался сюда в одиночестве. Конечно, ты уже одолел вот этих кинетских ребят, но... Но, по сути, ты приходишь сюда раньше, чем к ним, поэтому и говоришь такую фразу. Будем так сражаться? Нет. Я тоже скажу, что стену, понятно? И пусть моя стена не летает, но она все равно может парить. Но мое-то создание, оно не летающее. Ты знаешь об этом? Кажется, нет. А знаешь, что я могу? Вот что? Я, конечно, могу призвать Птераса, но, скорее всего, он не будет летать. Так что, ну его. Ну что, я могу уничтожать твоих стенок постоянно? А его я сделаю неблокируемым. Так мне это нравится, да? Убивай твоих элементалей. Причем ты никого сильнее ты не призовешь, потому что ты элементаль воздуха. Ты не можешь призвать ни элементаля огня, ни земли, ни самого сильного элементаля воды. М-м-м. Только вот этих ребят, и я их всех буду выносить потихоньку. Потому что это так круто. Иди гуляй. Мы тебя скоро одолеем, ты знаешь это? О! Кстати, это же можно накладывать еще и на создание. Что-то я как-то раньше не обращала внимания. Но, знаете что? Создание можно призвать, если оно умрет. А если умрете вы, то придется начинать все сначала. И, наверное, все-таки лучше вот это юзать на себе, любимом. Чем тратиться на создание, которое может сдохнуть в любой момент. Итак, мы одолели элементаля. Элементарно. И... Что же дальше? Что же дальше? А вот фиг знает. Тут где-то должен быть... Туннель. А еще здесь бесцветный воин. Ну давайте что ли сначала бесцветного воина одолеем? Опять по плану все. Опять эфира нет. О! Я вижу синтетское создание. И, кстати, мне немного обидно. Хотя у меня есть стена нереальности. Но у меня нет стены иллюзии. И это... Печалит меня. Я тоже хочу такую зеленую стенку. Конечно, она не такая крутая, как моя, но... Тем не менее. Я завидую. Она может увеличивать свое здоровье. А это может увеличивать силу. Если бы она еще и... Здоровье могла увеличивать, то цены бы ей не было, но... Увы. Она этого не может. Мне надо пять созданий. Или... Ты удалил моего Птероса? Как ты мог? Как посмел? Негодник. А вот червя сейчас заблокирует стена. Она для этого была предназначена. Но зато я призвала Мехаса. И это круто. А, ну нафиг. Я вот так могу. У него первый удар, верно? Да. И в любом случае, мне его не одолеть. Ладно. Червяк свое дело выполнит. И Мехас останется в живых. Все как и должно быть. А я избавилась от двух назойливых гадов. И так. Еще один носорог был утерян для жизни. Бесцветный носорог. И этот придурок тоже сейчас будет вне понятия жизни. Так. Мы одолели этого носорога. И где-то тут... Да. Погодь. Мне надо собрать Мандрагору. Я за ней пошла. Против стены мне понадобится что-то классное. Я не знаю, что из-за этого стена. А в любом случае... Выбора нет. Ну как-то так. У нее дофига здоровья. Почти что, как и у всех стен, с которыми я встречалась до этого. А то это я зря сделала. Ладно. Я сделала вот так. 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 Это плохо. Или нет. Я ненавижу эти каменные стены. Они меня угнетают. Итак, я пошла на отчаянный шаг. Привезвала бронзового мехозавра. По сути, он... Не сможет одолеть эту стену. Ну да и ладно. Я ее сейчас... Вынесу. Итак, ребятки. Идите и атакуйте. Пока у вас есть такая возможность. А то он сейчас еще стены призывает. И будет совсем не круто. Я теперь... Сообразила, что... Мне нужно... Использовать против... Вот этих вот... Паразитических способностей... Моего друга... Мехозавра. А именно... Энергетический барьер. Тогда, как видите... На меня не будут действовать его... Эти способности. Блин, ты меня бесишь. Иди нафиг. Я призвала Птераса специально для того, чтобы ты его убил. Ты... Все правильно понял. Идите атакуйте. Вообще... Я немного изменила свое мнение насчет... Мехозавров. Они классные ребята. На самом деле. Потому что могут воровать для меня жизнь. А остальное не особо-то и важно. Во-первых, я сделала так. Сделать я чуток посильнее. Хотя я до сих пор не пойму, зачем я завязала целых два подавляющих газа. Мне их теперь и не убрать даже. Тут вот не осталось ни одного заряда. Потом придется пойти зарядиться. Зарядиться. А вот это ты зря. Мог бы завязать свою стену для того, чтобы защищаться. А вместо этого ты ее убил. Это будет длиться бесконечно? Нет. Потому что ты умрешь. Я все еще есть это заклинание. Так что тебе капец. Такие дела. Ничего личного. Я просто не люблю камни. Интересно, сколько я уже играю? Потому что по мне так уже... Минут 30. Так. Здесь мы были. Вот тут труп этой стены магмы. И куда же мне надо идти? Ну, по сути, мне надо вернуться в город. И тут я вижу мистического шершня. Что же мне надо юзать против шершня? Конечно же, террасов. Ну, как-то так. Наверное. Как всегда, у меня нет эфира. Именно поэтому мне и нужен террас. Чтобы защищаться от этой... Пчелки. Хотя, по сути, я могу... Взять еще одного терраса. Для защиты. Ладно. Вот так. А с тебя я уберу... Благословение леса. Потому что нефиг. И пока у меня есть террасы, он не будет меня атаковать. Это классно. Прощай. И ты тоже прощай. Прощай. О, отлично. Ты не использовала свой эфир. И это тебе зачтется. Я просто подожду. И еще немного подожду. И еще чуть-чуть. И все. Навернулась наша пчелка. Точнее, шершень, конечно же. Так, сейчас я дойду до города и... Закончу, наверное. Или... Или где я оказалась-то? По сути, я... Скоро подойду к городу, я знаю. Но это я не помню. Где я? Да-то тут столько рубинов, а. Вот посмотрите, а. Очень много рубинов. О. Тоже альфа. Кто-то идет? Воин Синтеза. Когда ржа хлынула на юг, я задержалась на заводе, собирая образцы сплавок. Неподалеку есть телефон, но путь к нему отрезан. Дорогу заградила бледная тварь. Помоги мне выбраться отсюда. Конечно, конечно. Следуй за мной, инженер. Если ты потом мне отплатишь за это, то я, разумеется, тебе помогу. Ибо я ведь играю за альфу, а он очень любит получать всякие ништяки. Раз там бледная тварь, то понятно, что я буду использовать против нее. Хотя я не знаю, что он уязает, но я его попробую одолеть. Первым делом, первым делом я на себя каменную кожу заюзаю. Она всегда полезна. О! Пока что он использует только бледных. Это хорошо. Но не очень. Мне нужно что-нибудь от бледных тварей. Плюс... Что это? Заюзаю. Я не знаю, что оно делает. Ух ты. Тут что за каракатица такая? Хотя больше похоже не на каракатицу, а на какого-нибудь... На какую-нибудь пиявку летающую. А-а-а! Смерть Птеросом! Итак, я не знаю, зачем я ее призвала, но ее убили. Ну и фиг с ней. У меня все еще есть эта штука, и она будет забирать у тебя здоровье. А еще у меня есть вот эта. И это все классно. Знаешь почему? Потому что... Хоть ты будешь убивать моих созданий, которых ты можешь убить, у тебя будет отниматься здоровье. А теперь я смогу еще убивать бледных тварей. Это вообще классно. Все бледные твари будут уничтожены. Очень и очень скоро. И теперь я наконец могу заюзать энергетический барьер, и не буду получать урон от моего мехозавра. Это радует. А еще вот так. Странно, что никто даже не пытается его блокировать. Ну, с другой стороны, это к лучшему. Я не думаю, что я все прям таки время буду использовать только мехозавров. Конечно, нет. Но тем не менее, иногда они просто необходимы. Теперь он активно блокируется. Я смотрю. Ну что ж, но у него выхода нет. Но вот эта тварь сдохла, и теперь мне придется чуть потруднее. Он будет активно блокироваться, и что до меня, то... Это печаль-тоска. Он ничего не узнает. Совсем ничего не узнает. Только этих бледных. А-а-а! Мой мехозавр мертв! Как вы посмели! У меня нет слов. А еще я не пойму, почему они не атакуют. Потому что они все равно не смогут нанести мне урон. Ну и... Ладно. Мне же лучше. У меня много здоровья. У меня... Уже не так много времени. Потом сейчас эта тварь сдохнет, потеряв всех своих существ. Извини, голубая кровь. Посмотрите, голубая. И я отправлюсь в город. Хотя он не город. Ну, в общем, где там... Лагерь в пустыне-то. Благодарю тебя, воин. Пусть лорд Синтеза дарует тебе многие победы. Я же могу лишь дать тебе эту вещицу. Какую? О, это тебе большое спасибо. А то мне все время какую-то туфту дают. А тут прям классное заклинание. Респект тебе и уважуха, Альфа. Как говорится, только Альфа может понять Альфу. Ай, наушник выпал. Итак. Мы отправляемся по протопленной тропинке в город. Но прежде, как мы обещали, нужно одолеть Некроманта. Против Некроманта я заюзаю что-нибудь эдакое. Опять в ход пойдут Мехозавры. Ну, как-то так. Сначала это. Это важнее. Затем это тоже приятно. Два здоровья, это не страшно. Заявляю тебе. И зачем ты призываешь этих ребят, они тебе все равно не помогут. О. Поспи немного. Окей? Так, и призову я, наконец, уже Мехозавра, а то че это я. И еще один Мехозавр. Если пойдут, они его уничтожат, да? Первый удар, конечно. Камни никто не атакует, и это классно. Скажи я вам. Я пока что жду. Отчего я жду, я не знаю. Наверное, этого? Что-то он использует очень много. Ну да и ладно, мне Птерас не особо нужен был. Так. Ага. Значит, я убираю тебя. Я убираю... вас. Да? вас. Вас. И вас. Дорогой колесник. Этих ребят пока не могу убрать. Ну да и фиг с ним. Я могу пойти и атаковать. Наконец-то. В общем, все остались живы. Радостно это или нет? Но это факт. Мы выносим всех ненужных существ. Плюс еще накладываем вот это. Плюс вот это используем. И идем опять атаковать. И вновь все живы. Наконец-то он уничтожил, так скажем, шпиона. Но зря он это сделал, потому что я теперь могу безболезненно убирать вообще всех. Ну, кроме вот этих ребят. Ну да и фиг с ними. Нафиг иди. Нафиг иди. Сейчас их обоих заблокируют. Или одного убьют. К счастью, заблокировали обоих. И теперь я с радостью смогу атаковать. Так что я не заметила этого колесника. Ну да и фиг с ним. Все равно я одолею этого придурка. Так, а что я, собственно... Так тут проще убивать. Эх, тут всех вижу. Все-таки пригодился мне этот обзор камеры, да? И опять-то... И так атакуем. Снова блок. Эх, это будет до бесконечности, да? Зачем ты призываешь своих колесников? Я все равно убью. Сдайся ты уже, а? Ну, ради бога. Сдайся ты уже. Ради бога. И последний колесник. И все. Ты глупый. И ты умер. Вот нефиг было против Альфы выступать. Ура, я восстановила опыт. И мне дают... Обучаемость или живучесть? Обучаемость. Ну ладно, я всегда выбираю это. Поздравьте меня, я вам помогла. Ура мне! Ты помог нам всем. В знак благодарности, прими это заклинание. О, ну... Неплохо, скажу я тебе. Видимо, мне действительно стоило этим заниматься так. Сначала ништяки. Твои рабочие в безопасности. Я помог им добраться до источника эфира. Хвала мне и слава. Благодарю тебя, Альфа. Надеюсь, эта вещь будет достойной наградой за твою работу. Блин, ты сговорилась с ними, что ли? Нет, это недостойная награда. Они мне аж двоих дали. Альфа, ты жив? Я не верил, что это возможно. Вот как? Значит, вы меня не верили, но отправили самое пекло? Вот спасибо вам за это, а! Я вам что, расходный материал? Я встретил Омегу, но его импланты сохранились... Да ты даже не попытался его... ...вразумить. Сейчас подойдет Лямбда. Просмотрит записи. Прискакала Лямбда. И что она скажет? Так, это записи последних наблюдений Омеги. Некоторые аспекты влияния бледных монстров на течение эфира. Таблицы, графики... Картинки. Интересно, интересно. Вот оно. Мощный бледный монстр действует как воронка, через которую эфир вытягивается из нашего пространства. Ух ты! Привешенный эфира. Вот что такое бледное ржа. То есть, по сути, мир без существ, потому что вы все зависите от эфира, он ваша жизнь. Ну, я так и думала. И именно такой монстр засел в осевом городе. Окей. Я готов сразиться с ним. Похоже, городские ворота заблокированы. Этот электронный ключ позволит тебе отключить силовое поле. Что-то я там не видела силовое поле-то. Там только эти самые... ...двери запертые. Тебе предстоит тяжелое испытание. Возьми эти заклинания. Они спасли нас, когда мы покидали город. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ах, блин. Видимо, когда мы покидали город, там была одна единственная бледная тварь. с уровнем четыре. Потому что, блин, если их даже всех вместе призвать, они не помогут мне одолеть девятиуровневого... девятиуровневого придурка бледного. Ой, нет, стой! Да погодишь ты! Намек? Понят. О, девятый уровень. Нет, погодь. Погодь, погодь. Я должна поменять колоду срочно! Срочно, срочно! Ладно, иду. Поняла. Жду, сражаюсь. И вот на этом я его когда одолею, я закончу. Четыре хиппэм не боимся потерять. Потому что это очень просто. ой. Ты же у нас вампирушка, да? Я ненавижу вампиров, ты знаешь об этом? Единственные вампиры, которые могут быть, это мои мехозавры. Все остальное тлен. вот так-то. О, нет! Нет! Он убьет моего мехозавра. Сволочь! Тебе это зачтется. Чё, где делать-то? Он сделает так. Пока он тут самый сильный. Нет. Жаль, что я не витал. Мне бы не помешал сейчас симбиоз. Вот так вот. Понятно тебе? У меня есть регенерация. Так что иди-ка ты к чёрту. Жаль, ты рвёшься в бой, но тебя заблокируют. Типа так. А теперь вы все дружно и радостно помрёте. Потому что я завязала две эти штуки. Это я зря сделала, да? Или нет? Ладно. Плевать. Я ещё и так могу. Ну давайте, давайте быстрее, быстрее. У меня нет времени всё это выслушивать. В конце концов. Когда же вы сдохнете тут же, а? Чёртовы, бледные твари. Я вас ненавижу. Но сейчас, походу, начнётся это самое возмущение эфирное и вам шандеса вступит. Быстрее. Яндеяла пробел нажимать. Так, как это происходит? Вот он его укусил дальше. Непонятно. Да и ладно. Всё, атакуем, атакуем, атакуем. Ну блин, осталось это немного. Давайте вещи, ребятки, ребятки, давайте. Всё. Мы удалили корову. Точнее, быка. Или кто это там был? Мы не нашли ничего полезного, как всегда, но Альфа чертовски прав. И это настоящее сражение у нас будет уже в следующий раз. Пока я схожу немного подзаряжу артефакты. Но это уже я сама сделаю. Остановлюсь я здесь. Что ж, большое спасибо за то, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Ну, нет, так нет. Увидимся в следующий раз. Удачи вам в жизни и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok